Привет всем! На этот раз я хотела бы рассказать о принципах гадания на шаре. Вот этот бисерный шар я чаще всего использую для своих высказаний, когда мне интересно посмотреть на что-то, и что будет в недалеком будущем. Это полностью украшенный бисером, полностью бисерный шар. Подобные иногда бывают на продаже в моих магазинах. То есть, когда у меня есть возможность сделать несколько штук, я это выставляю на продажу в моих магазинах, в онлайн-магазинах Амейнера. Это полностью бисерный шар. Это специальный бисер, почему он хорош? Потому что, когда гадаешь, хочешь узнать о чем-то, а зрение не должно сосредотачиваться ни на каком конкретном объекте. И когда смотришь именно на него, его подносишь именно глазам, вот так, шарик, и смотришь в голову, самый секрет в том, что смотреть надо не в серединку, а смотреть на два янча над ним, и при том одновременно. То есть, одновременно это зрение, которое идет не сфокусированное на каком-то определенном моменте, на каком-то определенном участке. То есть, именно расфокусировка. То есть, глаз должен смотреть не только через хрусталик, но еще активизировать свою радужную оболочку, что еще и радужная оболочка делает то же самое, что и хрусталик. То есть, двухфазное видение. Это уже с научной стороны такое объяснение Так, то есть у шара у него вот есть вот эта пыбочка, серединка Здесь есть с этой стороны та же самая Вот, и поэтому одновременно надо смотреть на пыбочку И одновременно два инча вверх Вот так И тогда сосредотачиваться и задавать только один вопрос Который хочешь знать, какой-то один Но этот вопрос, я бы сразу сказала, не должен касаться никакого другого человека То есть это узнавать за предметы, за предстоящую сделку За торговлю, за покупку, за поездку Но не касается людей Никогда не спрашивай, а ко мне этот приедет или нет Куда я пойду, как с этим человеком вечер проведется Эти темы исключены для гадания на шаре из бисера То есть разные есть темы, когда погадать Когда с людьми контакт на бисер не стоит делать То есть хочешь узнать за кого-то, но не через бисер Это бисерный шар Вот это мне прислали из Нью-Йорка после 9-11 Вот такая штука Это здесь будет сверкать, как снежный такой вот феерия В Нью-Йорке снег есть, а у нас в Лос-Анджелесе очень-очень редко бывает И то на горах только вот есть А холод, у нас почти здесь не бывает холода Так что летом ходишь, что в декабре ходишь, погода одинаково хорошая Вот А это мне прислали из Нью-Йорка с просьбой хранить город Нью-Йорк После того, что там случилось Вот это мне оттуда прислали Там тоже есть несколько ясновидящих Есть много фальсификаторов Есть много очень фальшивых негодяев Вот А есть такие, которые от всей души хотят городу помочь И действительно знающие И они мне прислали вот эту вещь Они сказали, что с благословением их И с большой просьбой, чтобы я со своей сильной энергетикой хранила Нью-Йорк Ну, там больше пока ничего плохого не происходит И дабы Конечно, Нью-Йорк мне очень нравится Я была там несколько раз Вот Это Почему я его взяла? Что этот вот шарик Это хотя Это больше Это сувенир Но шарик вот прозрачный В основном такого размера используется для гадания Ну, шарик должен быть прозрачный В нем внутри ничего не должно быть Ни воды, ни предметов Спасибо за субтитрым